Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Янис Юрканс у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Всего несколько дней остается в уходящем году. Самое время подвести итоги. Может быть, больше будем говорить о мировых делах, о международной политике. Но вот мы буквально до начала эфира обменялись такими впечатлениями. Вернее, наш сегодняшний гость, господин Юрканс, совсем недавно прибыл из северной столицы России, и Санкт-Петербурга, где он имел возможность и лекцию прочесть студентам и преподавателям Санкт-Петербургского государственного университета, знаменитого вуза, альмамата президента России, кстати говоря, и поучаствует в конференции, посвященной отношениям России и Балтии. Может быть, мы с этого и начнем, потому что это буквально по горячим следам. Я знаю, что вы перед Рождеством как раз побывали в Питере. Вот, может быть, несколько слов вы уже начали мне говорить и до начала передачи. Об этом общении со студентами, с преподавателями, в том числе было много иностранных студентов. О чем спрашивали? Что сейчас вообще волнует, не знаю, студентов? Ну, во-первых, у Финляндии, у питерцев, у России очень хорошее сотрудничество на разных уровнях. Санкции не мешают? Это отдельная тема, санкции не мешают, обмен преподавателями. Финна учится в Питере, русские студенты учатся в Финляндии. Но там сотрудничество очень серьезное. Ну, а вопрос, мой вопрос, это как наладить отношения и что надо сделать здесь, в Латвии, в Прибалтике, чтобы наладить отношения с Россией, ну, примерно так, на таком уровне, как это делает Финна. И мой ответ, что я не вижу, не вижу путей, я не вижу формулы, потому что у нас нет своей внешней политики, у нас есть политика Евросоюза, есть политика наших союзников по НАТО США, а эта политика, это демонизация России. Вот и все. Пока американцы Европы, Великобритания будут считать, что Россия империя зла, мы будем поддакивать. Поэтому я не вижу каких-то других путей. У меня нет такой формулы, чтобы вот Латвия вдруг правительство наше начали менять хотя бы риторику в сторону России. Я уже не говорю, чтобы конкретные шаги, чтобы какую-то проявить активность в дипломатическом плане, начинать разговаривать в России. Ну, придется, потому что мир очень меняется, Евросоюз меняется, Америка меняется, все меняется. Уже, ну, у меня такое впечатление, что вот нашей власти и выгодно жить вчерашним днем, не надо думать о завтрашнем. Это, наверное, хлопотно и неприятно, ну и зачем сейчас менять, зачем думать, а что будет, когда НАТО развалится. Вообще самостоятельно думать им не хочется. Ну, наверное, да, потому что, ну, там, поехал в Брюссель, там все решили, поднял руку, все проголосовали. Большие страны знают, что они хотят, а мы знаем, что... Что они хотят, да. Что они хотят, и мы, соответственно, ведем себя так. Поэтому, сейчас, ну, представляешь, вот НАТО, президент США, Трамп, сказал, что это устаревшая организация. Президент Франции сказал, безмозглое. Смерть мозга уже случилась у НАТО, да. Ну да. Вот так он сказал, да. Ну да. Значит, что-то надо новое думать. Что-то новое. Нового ничего нет. Ну, надо же понимать, что будут делать американцы. Какие национальные интересы в будущем американцев. Возьмем Европу. Ну, идет Великобритания 31 января. Дальше что? Какова будет Европа? Будет... Меркель сказала одна... Тут еще летом, что у нас на Европе свою армию. Ну, окей. Ну, а где предпосылки? Ну, будет своя армия. Кто будет финансировать вообще это все дело? Подожди, а на каком языке будут говорить в этой армии, где вторая большая, ну, самая большая армия будет немецкая? Правильно? Ну, немцы. Да. И тут мы постепенно возвращаемся в историю, да? Ну, трудно представить, что французы согласятся в вот этой структуре новой говорить по-немецки. Ну, а англичан здесь не будет. Так на каком языке? Как в объединенных нациях? На шести? Ну, не знаю. Я вроде как немножко подтруниваю, но в принципе, да? Ну, вот сейчас тоже интересно, вот если мы говорим о НАТО, мы же видим, что Турция заняла особую позицию в свете всех событий, и мы даже знаем, что последний саммит в Лондоне, ну, хотя потом все пытались сгладить, и Столпенберг уверял, что Турция согласилась с планом, не знаю, обороны и безопасности стран Балтии, потом министр иностранных дел Турции вдогонку сказал, что ничего мы не согласились. Тоже интересный момент, да? Ну, если мы говорим о НАТО, то надо понимать, что американцы уходят из Европы. Трамп об этом говорит. Они не видят необходимости, да? И не дипломатическим языком. Например, вы боитесь России? Ну, платите больше на оборону. Почему вы хотите, чтобы мы вас защищали от чего? Мы не видим угрозы от России. Американцы видят угрозу в Китае. Там их национальная безопасность. Поэтому каковы будут отношения Китай-Ша от этого? Даже не Россия и США, а Китай и США. Да, потому что экономическая война уже идет полным ходом. Но там же столько много ко мне преткновения, чтобы начать военные действия. И тот же самый Тайвань, и те острова искусственные, которые Китай понастроил. Это, в общем, серьезные очаги. Так что у американцев нет столько денег. И интереса нет. Трамп же сказал с первого дня, что мы не будем бороться за демократию в каких-то других странах. У нас Америка прежде всего, и я сделаю Америку великой. Вот он это и делает. И, кстати, вполне возможно, что он и победит. Шанс есть пока. Ну, экономически говорят, что все предпосылки. Несмотря на попытки демократов там устроить искусственный импичмент и так далее. Ну, это просто немыслимо, что они делают с Трампом. Как они позорят свою страну. И кажется, что все это в январе, наверное, все закончится ничем. Ну, и, наверное, все это играет только на пользу Трампу. И, как говорят специалисты, аналитики Трампа, наверное, переизберут. Вот в начале прошлого года вы сказали такую очень важную, наверное, фразу. Что ясно то, что ничего не ясно. Еще никогда за последней, может быть, послевоенной Европе не было такого вообще непонятной ситуации, не прогнозируя международной политики. Когда старые какие-то правила уже больше не действуют, новые никто не создал. За этот год, вот мы куда-то приблизились, какой-то свет в конце туннеля появился. Есть какая-то ясность, куда движется вообще мир? Есть предпосылки. Мы можем говорить о том, что у нас этот туннель настолько длинный, что света не видно. Ну, скажем, туннель есть, но света еще не видно, потому что он очень длинный. Но мы опять возвращаемся. Какова будет Америка? Америка заинтересована разваливать Евросоюз. Ну, Трамп это не скрывает. Это он говорит всем президентам, с которыми он встречается и в Европе. Уходите, и мы с вами наладим хорошие отношения. И будем сотрудничать. И вы от этого только выиграете. То есть, они заинтересованы в двухсторонних отношениях? Да, Трамп не любит организации. Поэтому НАТО тоже как организация, он об этом громко говорит, что оно громоздкое. Принятие решений тоже громоздкое. И, в принципе-то, ну, а где какая-то, в какой стране есть такая дивизия, которая могла бы противостоять, ну, скажем, России в случае, если Россия нападет на какую-то страну НАТО. А поэтому американцы строят какой-то плацдарм в Польше и в Румынии. Они избрали вот эти две страны. Почему Польша? Потому что между Германией и Россией. Ну, географические. И, конечно, Польша политически очень удобная для американцев страна. Традиционная настроенность, любовь в кавычках к России. Да, поэтому НАТО – это вчерашний день. И поэтому, знаешь, очень неприятно, когда тебе все время говорят, что вот вкладывать деньги во что-то, что, в принципе, трата средств, и что ни в коем случае, ни в каком случае не гарантирует безопасность твоему государству. Да, вот тоже интересно. Сколько же средств должна, не знаю, выложить та же Латвия, чтобы обезопасить себя, как вот власть Латвии считает какого-то агрессора. Ведь это не один бюджет, и не два бюджета, и не три бюджета. Я уже не говорю про 2% от ВВП. Знаешь, если мы считаем, что Россия наш враг, то надо сделать все дипломатически, чтобы России не хотелось на нас нападать. Дипломатически? Мы должны стать страной, на которую России не хочется нападать. Дипломатически. Мы должны быть удобным соседом. Пока этого мы не видим, да? Нет, у нас идет демонизация России, и все, что хорошо для России, для нас, это плохо, и наоборот. Поэтому уйдет ли Трамп от этой антироссийской политики после избрания на второй срок? Посмотрим. Но я думаю, что Европа, и особенно Германия, когда она сейчас осталась практически перед выбором, или же они слушаются Америку и не строят, не продолжают строить «Северный поток-2», или же продолжают и думают экономически, не политически, потому что Германия, как мы знаем, 50% всего, что она производит, Германия продает. Ей нужен свободный рынок. И в Европе денег очень мало, особенно в странах Средиземного моря, где есть деньги, и у кого есть такая покупательная способность, и кому нужны немецкие товары, если не Россия? Россия есть за чем платить, хотя бы бартером, газы, нефти и так далее. Всем нужны немецкие машины, да? Всем нужны немецкие машины, и всем нужен российский газ. Кто посчитал, сколько стоит будет вот этот американский сжиженный газ, который Трамп хочет всем навязать? Еще его нужно преобразовывать в природный, это ведь тоже дополнительный. Нет, ну вот все говорят, ну хорошо, ну а сколько это будет стоить? Покажи мне цифры. Почему-то об этом все молчат. Да, в Клайпаде вроде как уже все готово принимать, эти большие корабли. А сколько это будет стоить одному литовцу, жителю Литвы? И нам, скажем, если... Так что мы будем... Инчуконс будем закрывать? Или как это представляется? Да. Это тоже интересно. Это, по-моему, такой беспрецедентный случай, когда Соединенные Штаты прямо в бюджете вносят вот эти санкции против Европейского Союза, не только против России. Но ведь Брюсселе придется что-то ответить на это? Я действительно не знаю, чем это все закончится, потому что так кажется, что Трамп сейчас настолько занят своим импичментом, он же должен будет как-то себя оправдывать перед Сенатом и вся эта команда, потому что это вопрос номер один, как остаться у власти и потом еще добыть власть на второй срок. Я не знаю, экономиста я нигде не читал, чтобы эти экономисты подсчитывали, а сколько вот будут стоить, сколько стоит Швейцария? То, что она сейчас перестала работать над… Теминым потоком. Да. Это же огромные убытки, наверное, будут. Сколько эта фирма потеряет? Что она будет сейчас делать? Ну, они вроде как приостановили на месяц, но это же тоже убытки. А что после месяца изменится? Да. Но я так понимаю, что вот этот режим санкций, к которому уже Россия привыкла, в принципе, он показал, что он не очень эффективен. Да, он может быть эффективен в отношении отдельных людей. Мы видим, какая возня началась вокруг вот этой истории с включением в черный список господина Лэмбекса. И я так понимаю, что американцы, возможно, о его существовании даже не… А ты видел этот список? Вот ты видел это вот на его что? Или просто это вот так говорят, что есть список, и там Лэмбергс? Ну, я посмотрел официальные данные Госдепартамента США и Госкассы, специально перепроверил. Он там есть, при том, что самое меня удивило, не удивило, там даже перечислены его дети, жена, и все с правильным и гармземом, что говорит о том, что вряд ли американцы сами этот список составляли. Но мы же не наивные люди, мы понимаем, что им помогли. Ну, хорошо. Допустим, Лэмбергс – это зло. Да. И которое надо убрать, и Латвия станет очень честным и некоррумпированным государством. Так а что они ждали столько лет? Это вопрос. Почему вдруг сейчас? А почему действительно? Почему сейчас? Да. Я думаю, потому что у Лэмбергса нет больше такой политической силы, влияния. Он оказался в оппозиции, да? Которой он проиграл на иронии, по-моему. Вот это, я думаю, вот этот адвокат Майронис сыграл решающую роль. Даже не нашей политики, да? Я думаю, что он вообще явление такое чудное. Вот сколько лет? Вот в принципе ирония. Его же сюда пригласил Лэмберг сам, да? И этот, и потом генеральная прокуратура назначила его, как это по-русски, который будет, в общем-то, следить за... Ну, по сути, ну, за этими капиталами. За капиталами Лэмбергса, да? Это уже удивительный школьник. И сколько лет уже это ведется. И никто... Вроде как в прокуратуре тоже не враги Лэмбергса сидят, да? Почему никто никогда его не убрал? И почему, когда вот началась война между группировкой Лэмбергса и Степанова, вот почему тогда прокуратура не использовала все эти... Но это отдельный и сложный вопрос. Об этом мы, наверное, не будем говорить. Да. Вот тоже такой интересный вопрос. Предваряем, может быть, нашу вторую часть. Но все-таки закончим с первой. С учетом вашего недавней поездки в Санкт-Петербург. Все-таки, а сама Россия, она в этой ситуации, в этой ситуации санкций, вот этой демонизации ее, она готова к диалогу? Потому что, возможно, она тоже уже понимает, что Латвия, Литва, Эстония – это не те партнеры, с которыми хочется иметь дело. Потому что, ну вот даже, как я могу себе представить, приближается весьма важная, по крайней мере для России, дата 75-летия Победы. Приближается дата. Конечно, это можно по-разному оценивать разные периоды. Ты хочешь праздную, хочешь не праздную здесь в Латвии, я имею в виду. Но когда, допустим, МИД Латвии выражает ноту протеста по поводу салюта, который проводится в Москве, не в Латвии, а в Москве, но это же о чем-то говорит? Ну да, но это говорит о том, о чем мы уже говорим не одну передачу. Это демонизация России. И, в принципе, это говорит о том, что у нас же нет никакой дипломатической этики. И мы не понимаем дипломатической культуры элементарной вмешиваться в дела, российские дела. Пусть они делают салют хоть каждый день. Какое наше дело? Россия же не возражает, если мы делаем какие-то свои салюты. Она, может быть, возражает о ничего-нибудь другом, о 16 марта и так далее. Но почему? Вот была президент Эстонии в России у Путина, скажем, была встреча. Ну и что, приехала домой, потом опять гадости на каких-то наговорила? Потому что не может у нас быть своей внешней политики. Пока дядя Сэм нами регулирует, мы не хотим иметь свои независимые политики. У нас нет политической воли посмотреть на реальность. В каком мире мы будем жить в следующем году и еще, еще, еще в будущем. Это правда. Яй Стюрканец у нас в студии. Привемся буквально пару минут на рекламу. Не переключайтесь. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Яй Стюрканец у нас в студии. Это повод обсудить не только международные дела, вот итоги года подвести международной политики, но и чуть все-таки коснуться латвийских дел. Пока вы ездили в Санкт-Петербург, тут бескомпромиссная законность у нас в стране, я думаю, вы в курсе, продолжала побеждать. И вот мы находимся на грани, как я посмотрел, даже статистику действительно еще не было в Европейском Союзе случая, когда хотели разогнать самоуправление какой-то столицы страны Европейского Союза. Ну, здесь, как мы видим, уже все документы подготовлены. Правящие говорят, что мы будем вообще избирать Думу, мы хотим на 5,5 лет. Кто-то уже пошутил и сказал, можно на 15. Вообще выборы не проводить. Это, кстати, экономия бюджетных средств. Вот как вам такой поворот? Ожидают ли вы, если вам год тому назад сказали, что будет такая бескомпромиссная законность? Ну, с одной стороны, я думаю, согласие растеряло власть в городе с уходом Ушакова. И пока был Ушаков, все было стабильно. Ушел Ушаков, и все началось. То, что ты говоришь, о чем ты говоришь, это захват власти. Это захват власти во всех больших городах. И националы на этом не остановятся. Вот любые средства хороши. Это региональные реформы? Что это, как не захват власти? Да. Ну, окей, перегнули палку 5 лет. Президент сказал, он все-таки немножко юрист. Юристы знают европейские традиции. Ну, нельзя так 5 лет. Да, ну, будет меньше. Но все равно. Ну, что противопоставит согласие Готск-Алпот-Латвии вот эта так называемая оппозиция? Гурбанович говорит, что у него есть какие-то новые кадры, которые, в общем-то, сделают погоду на выборах в Рижскую думу. Ну, посмотрим. Дай бог здоровья. Но, в принципе, то, что идет националами захват власти во всей республике, это понятно. То есть, есть шанс, что и в Риге будет то же самое? В Риге? Да. Ну, конечно. Я думаю, что мы потеряли Ригу. Мы, согласие. И это еще один сигнал к тому, что вот ситуация становится... Что, как вы говорили, крайне правая погода, она будет и в столице теперь тоже, да? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, ну, это же такой кость в горле согласия в Риге. Столица. Уже столько лет в руках согласия, да. И в таких грязных руках, ну, нельзя же так, но надо все-таки стыдиться. Чистые руки, да. Надо чистыми руками, чтобы вот красно-бело-красным пальцем показывать на грязь согласия и всего остального. Да-да. Иронизировать. Нет, нет. ТБ Веселат, видали, сказал, что Рига должна вновь стать латышской. Сказал представитель ТБ Веселат. Ну, Абик, ну о чем это говорит? Если вот такая риторика... Это 21 век? 21 век. Европейский союз. Ну, эти люди понимают, что творится там, за забором. Ну, ничего. Каков будет мир в дальнейшем? Они не понимают. Они ведут страну в бездна. Это может звучать пессимистически, но если вот оно так все будет продолжаться, и президент и премьер будут всему этому способствовать, то, ну, наверное, мы окажемся... Хотя, наверное, надо что-то радостное сказать. Хорошо. А президент, он же говорил, когда он заступал во власть полгода тому назад, что вот он хочет стать лидером нации, лидером всех жителей Латвии. Знаешь, Абик, у меня такое впечатление, что они гости в этом государстве. И Калинч, и президент. Вроде как не до конца понимают, что здесь творится. Приехали, посмотрели, да? Вот гостят они здесь, да? И Латвия постепенно превращается в такого, знаешь, вот как плохой человек. Жуликоватый, врет, не заботится о своих детях, о старших людях. Ну, это все в государстве есть. Да, потому что, на самом деле, если мы посмотрим на демографию, ничего ведь не улучшается. Понимаешь, ну, вот нельзя говорить о демократии, я уже не говорю о демократии включения. Да. Ну, у нас общество такое, что, ну, вот, может быть, от выборов до выборов. А где профсоюзы? Где другие разные структуры, которые, в принципе-то, следят за тем, какую политику проводят государства? Посмотри, что делается во Франции, в Гонконге и во всем мире. Где бы в Испании, в Греции. Чуть-нибудь не так. Люди выходят, люди протестуют. Люди... И чего-то добиваются, да? И добиваются. Но если здесь никто не протестует, если здесь общество вот такое думает один раз, пошли на выборы, а потом моя хата с краю. И я думаю, особенность наша та, что способные люди уже, они в такой безнадежности, я лучше уеду. Вот тоже интересно, возвращаясь к итогам года, к такой большой политике, у вас большой... вы все-таки столько лет были депутатом Сейма, имеете возможность сравнить. Видите, вот сейчас смотришь, да, на новый вот этот 13-й Сейм, обсуждается бюджет, казалось бы, да, что мы слышим от правящей коалиции. Вы знаете, давайте, говорит, ограничим дебаты до одной минуты, потому что слишком много оппозиция говорит. Но помните, когда было в власти Шкелы, его там говорили, это диктатор, там еще, ну, глядя, он, по-моему, голубь мира уже на фоне того, что мы сейчас наблюдаем. Или я не прав? Ну, он прав, конечно, ну, в общем, и вообще, зачем обсуждать? Ну, сами приняли в своем кругу, и все, все решено, и обсуждение, оно, в принципе, превращается в такой фарс для них. И, ну, и с другой стороны, ну, вот сколько предложений оппозиции было принято, ну, не одно, да, ну, что они, все там сидят идиоты, там, половина Сейма. Неужели, неужели вот хотя бы, ну, окей, бюджет, я понимаю, деньги, это все очень серьезно, но в демократическом государстве оппозиция имела бы своих людей в комиссии, председатель комиссии, ну, скажем, ну, пусть не оборона, пусть не безопасности. Ну, хотя бы бюджет. Да, бюджет, ну, пусть будет человек из оппозиции руководит вот такой комиссией. Да, ну, дирать за ситуацию. Ну, вроде как разделение власти и так далее. У нас этого нет, и, наверное, не будет пока, пока будут вот такие люди у власти, как у нас. Да, вот тоже интересно, вот наши радиослушатели тоже пишут, что, может быть, просто вот вы говорите, что вот в других странах выходят на улицу, а может быть, просто у нас вот как бы все считают, что это бесполезно. Ну, вот, к примеру, ведь мы же видим, началось вот сбор подписей за распуск Сейма. Ну, сначала правящие испугались, думают, смотрите, как быстро уже 40 тысяч. Потом они посмотрели, что вот этот процесс как и затормозился, и сказали, опа, все в порядке, никто нас не распустит, давайте будем действовать, как раньше. Ну, возьмем Францию. Ну, кто там собирает подписи? Люди вышли на улицы. Сколько недель уже вот там были эти желтые, как? Жилеты, да. Жилеты. Да. Сейчас не желтые, но все равно. Франция, в принципе, парализована. Париж парализован, да, транспорт и все такое. И люди добьются своего. Люди борются за свои права. Не просто каким-то таким виртуальным сбором подписей. Выходят на улицы. Ну, сколько у нас, ну, медики вроде как, ну, постояли два часа или меньше и ушли. Ну, если бы было продумано серьезная такая забастовка, показать правящей партии, что ну, так не будет, мы так не согласны. Ну, наверное, люди бы тоже начали поддерживать, и это было бы массовое явление. Но у нас этого нет. Учителя тоже. Ну, сколько? Ну, если бы учителя все взяли за руки неделю, две, да хотя бы месяц. Мы не идем, пока вы не найдете средств для увеличения зарплаты. Нашли бы, нашли бы, да? Но этого всего нет. Поэтому тогда, когда Добровский написал свою книгу, тот, который Валдес, в Европе люди удивлялись, как такие реформы и никаких забастовок у вас не было. Что это за народ такой? Как это так? Уникальный случай, да? Уникальный случай, потому что это где-нибудь в другом европейском нормальном государстве. Это же были бы… Я не призываю к сжигать машины, бить стекла, но показать какую-то организованность, показать, что есть профсоюзы вот этих отраслей самых важных – это медицина и образование. Ну, где они? Ну, нет, потому что все расколото. И тоже вот русские школы, скажем. Ну, и что? Если бы русские люди взялись за это и были бы действительно не только те, у которых дети, но все русские люди, которые заинтересованы в том, в очень нормальном явлении, чтобы русский ребенок мог основное память изглойки получить на родном языке, и не только русский, и поляки, и все остальные, да? Ну, наверное, бы учли это, да? Наверное, бы здесь были камеры, и BBC, и CNN, и показывали, как здесь люди борются за права своих детей. Потому что знание русского языка – это огромная ценность. Я смотрел сейчас в Петербурге, как финны приезжают, учатся русский язык, и русские учатся финский язык. Но у русского языка очень большая рыночная стоимость. Почему? Я действительно такой вот ставлю в упрек русским людям, почему они как-то вот, как-то так очень вяло сказали свое, в общем, неодобрение. Ну, может быть, такая, мне кажется, никого там не хочу ни оправдывать, ни судить. Мне кажется, просто это такой общий вирус апатии. Ведь мы знаем, как люди сейчас голосуют. Они собирают вещи, уезжают в аэропорт, и так они голосуют. Ну, так вот ты имеешь то, что ты имеешь. Ну, француз понимает, что он не поедет работать в Латвии или в Литву, но он борется там. В своей стране? В своей стране. А мы едем строить благополучие в другую страну. Ну, вот выход нашли. Ирландия? Ну, наверное же, хорошая страна. Здесь все красиво. И можно было создать очень уютное, процветающее общество и государство. Есть предпосылки, география. Наши цены ископаемые, это наша география. Наши порты, которые не замерзают. Сейчас взяли один порт, в принципе, вырубили из контекста. Сейчас корабли будут ходить мимо. Ну, согласитесь, это еще недавно себе невозможно было представить, да, в 90-е годы, когда порты были ваши, стали наши. То есть, правительство за сутки берет и говорит, так, самоуправление выкидываем и теперь порты себе забираем. Это какой-то 17-й год или я не прав? Ну, а кого Пуцин означает, своих, кого-то. Ну, он не то, что профессионалов там в эти правления. Ну, вот я ему доверяю, я его поставлю. Ну, поставь маму свою, может быть, ну, какая разница? Ну, если уж на это пошло. Вот это отношение. И понимаешь, а мы все, все общество молчит. Где протестный такой инстинкт или нерв, чтобы… Нет, мы не допустим, это наше государство. И те же не только русские, ну, и латыши, и все. Все жители начали понимать, что над нами смеются, над нами экспериментируют. Я так понимаю, что даже порты в других странах Балтии потирают руки. Говорят, слушайте, молодцы они себя сняли с конкурентной дорожки. Представь, в Клайпеду сейчас. О, они же корабли идут куда? В Клайпеду? В этой ситуации, да? А куда? Ну, Калининград, может быть. Я не знаю этих, но куда-то же надо идти, правильно? Да. В Леопию тоже не пойдешь. Пойдешь вот куда-то туда ниже, там теплее тоже. Ну, к Даньску еще можно сходить, в Питер. Пожалуйста, да. То есть, мы как бы себя сами состреляем в ноги, получается, да? Вот почему мы так не любим свое государство? Ну, так очень надо не любить свое государство, чтобы с ней играть в такие игры. Ну, они говорят наоборот, те, кто все это сделали, скажут, вы знаете, в портах коррупция. Мы должны вот с этим справиться. Теперь коррупции не будет. Знаешь, если у тебя блоха в шубе, ты, кстати, сжигать шубу будешь, что ли? Ну, если так, ну, если у нас коррупция, у нас действительно коррупция. Я уже тут много раз говорил, как в 16-м году опубликовали Европарламент данные, что у нас каждый год воруют 3,5-5 миллиардов евро. Чуть не целый бюджет. Где комиссии, которые разбираются с этим, где возмущение населения прочитали. Где виновные. Вышли на улицу и начали требовать, кто крадет у нас деньги. Это же все делается с нашего тихого согласия. Да, вот, может быть, в завершении года, все-таки, что вы ждете в следующем году? Так, вы сказали, что надо что-то приятное сказать. Не знаю, международной политики, в Латвии, может что-то изменится? Знаешь, вот 2020, это синхронная такая цифра, называется синхронный год. Да, еще высокосный. И будет лить денежный дождь. Вот так вот, да? В следующем году будет денежный дождь. А Грета Тумба, говорят, еще сказала, что зимы не будет, она дала приказ. Держи карман пошире, вот будет денежный дождь, мы заживем, и оно все. Ну, это вроде как шутка, но такое явление, оно очень редкое. Оно было 10-10, когда было, тысячи лет назад. Вот такие явления. Так что мы будем жить в очень уникальном году и будем надеяться, что... Все-таки дождь денежный прольется, да? Я очень надеюсь, что вот эта магическая цифра, она придаст и настроение, и вроде как, ну, такого самолюбия, и мы меньше будем, или больше будем заботиться о своем государстве, и не будем разрешать, чтобы над нами нас смехались. А вы сами не планируете возвращаться в активную политику? Я вот активный, смотри, я уже агитирую. Просто не за конкретную партию. Ну, вот интересно, конечно, все, может быть, последний вопрос, который я хотел задать. А вы вообще верите, что появится вот какая-то новая политическая сила, которая вот... Не верю. Не верю, никто этого не допустит. И чтобы создать такую силу, нужны серьезные деньги, и серьезных таких денег сейчас нет, чтобы кто-нибудь вкладывал. Те, у которых есть еще какие-то деньги, они вкладывают в те партии, которые существуют, коррумпируют их. Ну, так говорят, в газете пишут, я не знаю, у меня фактов нет. И поэтому предпосылок для новой партии... И людей-то нет. Мы видим, что даже существующие партии говорят, ой, это же сейчас нужно составить список, это же надо собрать 63 человека. Посмотрим, что согласие сделают, обещают, что у них будут новые лица, новые люди, которые, в общем-то, будут бороться за Ригу. Посмотрим. Посмотрим. Может быть, и не Ушако вернется на 5,5 лет? Ну, так вот это как-то так странно. Ушел, потом придет. Вот, ну, насколько большой у него политический вес сегодня, растерял он, наверное, не все. Ну, наверное, что-то он бы и помог, согласен, но придет ли он? Да. Посмотрим. Ну, что ж, спасибо большое за интересный разговор. Янис Юрканс у нас был в студии. Спасибо. Спасибо, Али. Спасибо.